Николаевск на связи. В городе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Скатком». Напомним, что проект полностью профинансирован. Его бюджет составил 577 миллионов рублей. Все необходимые материалы для строительства были завезены, работы продолжались всю зиму, и сейчас идут полным ходом. Строительство спортивного объекта выполняются согласно графику. Запланирована установка уличного освещения, разбивка газонов, оборудование парковки. Окончание работ запланировано на июнь 2021 года, а ввод в эксплуатацию – 30 августа 2021 года. Самый разгар дачного сезона в городе неожиданно был прерван полосой дождей. Температура резко упала. Гидрометеоцентр обещает нулевую температуру, и тем не менее, лето продолжается, а у природы, как известно, нет плохой погоды. 1 июня, в день защиты детей, школьные родительские и городские паблики Николаевска, облетела новость о том, что в городе якобы имел место случай нападения на ребенка. Затем прошла информация о том, что нападавшего задержали, а затем выяснилось, что данное заявление одного из родителей, оказалось фейком. Подробности этого происшествия выясняются, и если подобную родительскую накачку агрессии оставить без принятия соответствующих мер, это значит поставить под сомнение все последующие заявления подобной направленности. Это значит выпустить джин на агрессии из бутылки эмоций, что может привести к нежелательным последствиям. Не зря гласит народная мудрость, не кричи, волки. В связи с произошедшим, во избежание впредь и для профилактики подобных эмоциональных выплесков, крепнет общественное мнение в необходимости создания при администрации Николаевского района оперативного совета, в который войдут представители общественности, владеющие навыками оперативной верификации информации, то есть быстрой проверки информации на подлинность. К решению этого вопроса подключился информационный отдел при горкоме КПРФ Николаевска на Амуре. Инициатива населения должна быть поддержана, утверждает руководитель отдела. По факту размещения в интернете ложной информации, в прокуратуру Хабаровского края написано электронное обращение. С результатами обращения мы ознакомим наших зрителей, нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе событий. В администрации Николаевского муниципального района продолжается вакцинация профилактики коронавирусной инфекции. Напоминаем, что вакцинация – лучший способ противостояния новой коронавирусной инфекции, который убережет от тяжелой формы протекания болезни. Хочется выразить пожелание, что в скором времени все руководители отделов администрации, главы всех поселений, а также все ответственные руководители города и района будут вакцинированы. Ведь здоровье руководителей особенно важно для города и района. 3 июня в городе проходила комиссионная выездная проверка по контролю укладки асфальта. В комиссии принимали участие представители городского совета депутатов и специализированные представители службы заказчика. Поддержав инициативу информационной работы новостного ТВ-блога «Николаевск на связи», официальный паблик администрации Николаевского района начал публиковать живые материалы с места проведения дорожных работ уличнодорожной сети города. Ремонт осуществляется в соответствии с контрактом заключенным с фирмой «Меридиан». Перебои в работе общественного транспорта породили массу негативных эмоций среди населения. Желтые жадные до лайков николаевские паблики в сети интернет ежедневно подбрасывают новые дровишки в топку эмоциональной предвзятости. Можно понять модераторов сетевой прессы, они готовят своих подписчиков к выборам, формируют устойчивую антипатию к нынешнему руководству, и жадно потирают уставшие от сенсоров лапки. Также можно понять и те агентства такси, которые резко подняли цены за перевозки. Но трудно понять предпринимателей, которые настойчиво отказались от участия в государственном аукционе. За перевозки в рамках государственного контракта было предложено около полумиллиона рублей. Почему никто из предпринимателей не вышел на аукцион? Что это? Завышенная планка самооценки предпринимателей? Или этих денег не хватает на реализацию перевозок по фиксированным тарифам? В процессе подготовки новый аукцион, а пока до 7 июля, ситуация по общественному транспорту следующая. Перевозки по городу осуществляет прежний перевозчик. Перевозки по району маршрут 101 Николаевск-Красная Чнырах реализуются коммерческими рейсами. Поселок Мага по-прежнему остается без общественного транспорта. Дачные автобусы продолжают перевозки. Но во всем этом есть некая недосказанность. Повышенный износ транспорта, частые поломки автобусов, далекое от идеала расписания 101 маршрута, все эти вопросы находятся в стадии решения. Редакцией новостного блога «Николаевск на связи» утверждена аналитическая группа для анализа видео, касающегося Николаевска на Амуре и Николаевского района. Присылайте свои новости на WhatsApp 8, 914-213-25-59, подписывайтесь на канал Роман Зайцев живу на ДВ, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами Айлита Леонова, новостной блог «Николаевск на связи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова